Всем привет! Люда Юйсей, Нью-Йорк. Еду к Зубнову четверг после работы, потому что до понедельника ждать не смогла. Попросилась пораньше сегодня четверг. Говорю, может быть, все-таки как-то что-то. Две таблетки обезболивающего вечером пью. Так бы не пила, если днем вроде как-то не очень, а ночью дает о себе знать, дает о себе знать. Я надеюсь, ты понимаешь, что я первая. Потому что когда always stop, не все понимают, что стоп для всех. Потому что иногда думают, что... Так. Иногда думают, что только... Так, подождите, дайте я встану. Посмотрю, как ехать. Так, я уже вот здесь. Там все в красном. Давай, дружище, давай, давай, давай. Ну, уже поедешь и вещь, я тебя пропускаю. Так давай уже, езжай. Погодка, сказка. Погодка, сказка. Хотела с вами какую-то тему обсудить и забыла. Представляете? Бывает такое. Ой, так. Надо было подготовиться. Да. А, там тупик. Поняла, поняла, поняла. Поняла, поняла. Там тупик. Так, а сколько мне тут ехать? Да, зубы, друзья мои, надо беречь. Зубы надо беречь. С молоду. С детства. С детства. У Джареда зубы стали проверять. Знаете, за скольки? По-моему, с двух лет. И сразу рентген. Сразу рентген. Я говорю, зачем двухлетнему ребенку делать рентген? У него зубы, по-моему, не все вылезли тогда. Могут быть внутренние какие-то проблемы. Невидимые. А я смотрю, я как бы проверял тогда, проверял тогда. И как бы вижу, что нормальные зубы такие, еще молочные все. В общем. Нет, не дала. Несмотря на то, что фостер-ребенок боролась как могла. А фостер-ребенку каждые полгода нужно проверять зубы. Каждые полгода. Прикиньте. Так, по ошену хотят меня. Ага, поняла. И, вот куда ты так и выруливаешь, а, товарищ? Вот, каждые полгода мы ходим проверять зубы. Но один раз, не по моей вине, потому что врач сказал, что надо делать. Маленькая была дырочка. И говорит, ну, таким, я не помню, сколько ему было. Года четыре, наверное, ему было. Маленькая дырочка. Надо делать пломбу. Но мы не можем делать пломбу таким детям. Надо обязательно веселяющий газ или наркоз. Вот. Я говорю, ну, наркоз не хотелось бы, веселяющий газ. Хорошо. По-моему, он сказал 100 долларов. Веселяющий газ, страховка не покрывает. 100 долларов, я говорю. Но, как бы, и офис должен заплатить, наверное. Написала в офис, так и так, молчок. Молчок. Не хотят платить. Вот. Ну, такая маленькая была, прям черненькая такая точечка, прям крохотная была. Так, аж, как дальше-то потом они меня поведут. И я, короче, это, ну, думаю, ладно, может, вообще, может, само рассосется. Малюсенькая, прямо черная крапинка была. Все, через полгода приходим. Я вообще и думать про него не забыла. Я ждала одних ответов, два раза им написала. Молчок, молчок. Вот. Он мне вот так ведет. По шорт-парку и хочет, да? Нет, по Эммонсу. Подожди, по Эммонсу. По Эммонсу лучше. Ну, ладно, поймите. Ну, вот. И, конечно, значит, я забыла потом, ждала от них ответов, всем сообщила, всем там всех долбила, никто не отвечает. Это простой вопрос. Кто мне покроет исселяющий газ? И через полгода пришли, а там уже такая серьезная дырка, уже все тянуть нельзя. Вот. И маленькая другая. Ну, я уже все, ученая. Я говорю, нет, все, давайте будем. Хоть за сколько мы обязательно эти дырки закроем. Вот. И он мне тогда сбавил по 50. По 50, говорит, так как мы будем за раз делать, за раз будем делать вот эту маленькую, как бы обычно они не делают за один раз две, но так как одна была крохотная, они говорят, я за один раз закрою обе. Вот. И давай, 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 не спи, не спи, давай, 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 езжай, не спи. А что ты спишь-то? Вот. И за один раз он не сделал за 100, то есть по 50 как бы получается, ну, как бы один веселящий газ на два зуба. Вот. Ну, один он просто закрыл ему пломбой, а на второй пришлось ставить коронку, представьте. По-моему, это молочный зуб. Даже здесь на молочные зубы ставят коронку. Вот. И я опять в офис, и я опять им то же самое, вот давайте, вот вам чеки, вот вам все. Ну, правда, потом там каким-то образом они мне вернули эти деньги, и еще написали, что надо сразу говорить. Я говорю, как я могла, я говорила вам сразу, проигнорировали один раз, второй раз, как я, я должна ждать опять еще полгода или что? Нет, вы должны вот сначала договориться про, значит, это, потом сделать appointment, а врач мне сказал, завтра, вот если придете, вот, значит, сегодня он обнаружил, завтра, если придете, как раз у него, видимо, было окно, как раз он по-быстрому хотел все это, вот завтра, если придете, то это все сделай. Поэтому я, конечно, сказала, да, заплачу и все. И потом стала офис говорить, что так и так я уже заплатила. Нет, вы должны были сначала с нами договориться. Интересно, я с вами договорилась полгода назад, мне никто ничего не отвечал. Как быть? Так, белая машина, я тебя не пущу. А ты давай подсуетись, иначе перед тобой будут все ехать, переезжать. Нет, это когда Элла водить учила, учила меня водить, она говорила, надо учиться, когда мы с тобой вот это сдадим, мы будем учиться агрессивному вождению, потому что иначе перед тобой будут все пролезать. Так, потом она уехала во Флориду, прекрасная, ой, Элл Каламаде, прекрасная, прекрасная вообще, инструктор прекрасная была. Есть, но уже на тебе во Флориде, уже теперь во Флориде, наверное. Вот, с ней было ездить от удовольствия, мы прям с ней вообще там со смеху вообще ухахатывались. Я говорю, я тогда за час, за час вождения с ней получила больше, чем от трех предыдущих инструкторов, мужчин. Так, опять я сюда. Здесь вообще никаких знаков, ничего. И только под конец ты узнаешь, оказывается, только тут ехал-ехал прямо, а вдруг раз, и тебе вот это вот, направо вдруг, только направо, вот так вот здесь. Это развилка, я все время путаюсь, по какой полосе ехать. Вот за этими нельзя, вот за такого типа машинами нельзя становиться. Вот так открывают дверки, туда раз, и умыкивают. Ну, это амбулат, как бы переводят больных и прочих. Не торопись, по-русски написано, наверху принимает круглосуточно. Написано у него под цифрой 69. Не торопись, тире, наверху принимает круглосуточно. Старо таким славянским шрифтом, не знаю, видно вам. По-английски, наверное, не смог перевести, как это будет на английском. Но в этом есть свой смысл. В том, что там. Так, не опаздываю я, нет? Парковочку найти опять надо будет. Там, конечно, непросто, непросто. Ой, боюсь, вы знаете, боюсь. В тот раз, вот когда это было? Если это было, наверное... Если полгода мне давали на приживание импланта, то это, наверное, было летом. Нет, подождите, нет. Год назад, наверное. Год назад, потом, чтобы зажило полгода, и потом полгода на вставление импланта. Значит, выдрало мне два зуба. За один раз. Может быть, поэтому у меня теперь страх появился. Вот. Выдрало, потом, значит, надо было, чтобы зажило несколько месяцев. Но она сказала, говорит, 3-6. Ну, по-моему, я пошла где-то месяцев через 5. Так, я... А всякие пожарные. Молодец, сзади спокойный человек стоит. Так что, мы едем или что? Ну, хорошо. За этим амбулатом я ничего не вижу. Вот, что я хотела сказать-то. Так вот, и он мне удалил два зуба. Как раз получилось потом, значит, где-то полгода, и я иду вставлять имплант. Имплант тоже удовольствие такое, знаете, как будто голову раскалывают огромным молотком. Оно как бы не больно, слава богу, но ощущение, это вообще жуть какая-то. Это просто жуть. Жуть какие ощущения. Сори, водички попить надо. Вот. И, то есть, реально какими-то вообще там кувалдами вбивает этот вот, эту железяку, этот железный штырь внутрь. Вот, некоторым по восемь сразу вставляют, мне такое говорили, по восемь сразу за один присест. Еще потом он сделал рентген, говорит, идеально. И все такие его помощники. Ровно. Я думаю, интересно, что значит ровно. Ну, вот Александр мне показал, что какие бывают эти. Вообще чуть ли не горизонтально. Вместо того, что ровно вертикально, делают под углом. И, говорит, очень потом трудно вставлять, вкручивать вот этот вот зуб. Искусственный как бы. А почему делают вот так вот под наклоном? То ли там плохая кость. Там еще кость добавляют немножко. Ну, в общем, знаете, вот он говорит, что иногда делают просто под углом, под углом. Он мне прям подказал, рентген. Допустим, несколько подряд идет ровно, а один вот таким под таким углом. А иногда под углом там вообще 45 градусов или даже 30 градусов. Ой, как жарко. Сейчас будет вам шумновато, наверное. Ну, что делать? Кондиционер уже. Уже кондиционер, друзья мои, сегодня у нас работает у меня машина. Вот. Поэтому, конечно, как-то год назад я не боялась. Еще так на меня посмотрела Ира и говорит, что сразу два? Я говорю, а что тянуть-то? Два и ладно. Потом я подумала, конечно, зря я на это согласилась. И вот после этого у меня какой-то страх появился. Какой-то страх. И сегодня я как-то побаиваюсь. Машинка, ты стоял, стоял, думал, думал. Теперь ты решил поехать, а? Ругаюсь за рулем. Утром было так прохладно. А сейчас, да, сейчас прямо жарко. Так, ну что, амбула, давай езжай, что ты стоишь, а? А этот как-то вообще по-своему едет. Вот чудак, а. Вот чудак-человек. Этот зеленый мигал-мигал и решил ехать. Давай. Прин право. Ну, право, ладно, дичи. Так, где мы? Мы уже немножко совсем. Все, отключаюсь, друзья мои. Буду искать парковку. Все, пока-пока. Ну, удалила, ужас. Вернее, он удалил. Ну, вроде как корень был ничего. А вот получается он как пополам. Даже говорить не могу. Такая заморозка. Я обычно очень нечувствительна к этой заморозке. У меня три укола сделал. А сейчас схватилось. Сейчас схватилось. Схватилось так, что, ого-го. Так, за мной полицейские едут. Боже. Куда же ты так рулишь на меня? Как бы мне от полиции оторваться. Не люблю, когда за мной полиция. Так, сейчас буду заруливать. И надеюсь, они это не отстанут. О, проехали мимо, слава богу. Говорит, что ничего. Корень был. Ну, он еще когда мне рентген посмотрел, говорит, ну, как перерубленный. Ничего себе. То есть, как бы, снаружи он выглядит нормально. Этот. Зуб. А как бы там, вот под этой шишечкой, под самой, где уже десна, там как бы дырка. И он говорит, может быть, как бы, как перерубишь его. Представляете? Ну, как бы, говорит, будешь фантазировать. Ой, и, конечно, я это все поняла сразу, посмотрела на рентген. Если сразу стало понятно, тяжело ворочу языком. Говорю, думаю про себя, ну, а если он переломится, он может переломиться, что будем делать? А сейчас я его спрашиваю, а что делать, если переломится? Он говорит, да, я думала, что он переломится. Я говорю, ну, по молитве, по молитве, говорю, просила бога, чтобы вытащить легко. Он сначала какой-то, типа, как бы, знаете, как называется, шило. Он сначала как бы как шило вставляет в хороший бог. В хороший бог, который и как бы раскачивает. Ну, так я вижу по ощущениям. А потом уже берет клещи и клещами вот этим вытаскивает. Я уж его за 17 лет-то изучила. Ну, по-моему, вот он меня не удалял. Вот только вот тот вот зуб мудрости год назад. Я так легко пошла, думаю, ой, да ладно. Зуб мудрости половинку. Это вот год, по-моему, больше он мне не удалял зубы. Не помню я. Так, давай, давай, черная машинка с крыльями. Давай, мини, купер там, или как ты, кто ты, я не знаю. Давай, езжай, что ты. Ну, сейчас вот этот автобус будет не мешаться. И она мешается, и автобус. Автобус говорит так. Вот она, вот она мечется. Вот она мечется, не знает, куда вырулить. Пока ты мечешься. И он говорит, я не ожидал. Да, я спрашиваю. А если бы переломилось, то что? Он говорит, у меня есть специальный инструмент на этот счет. Вот чем мне нравится Саша, вот этим вот. Вот он какой-то, знаете, он какой-то вот, даже там, где другие не будут браться, он всегда берет и что-то вот из ничего сделает конфетку. Вот он такой. Тоже поговорили про зубы мудрости. Как здесь в Америке удаляют их всем. Чуть молодежи рекомендуют удалять всем. Вот. Дочка у него, несмотря на то, что папа-донтист, вот взяла и четыре зубы под наркозом сразу удалила. Зуб мудрости. Хотя были хорошие зубы. А он говорит, нет. Я, говорит, всем рекомендую до последнего. Они проблемные бывают. Они бывают плохими корнями. Они бывают то-сю. Это те же зубы. Если Бог их дал, значит, они для чего-то нужны. Они держат все вот это вот на шоу. Они как опора. Они как вот эти пеньки, которые, как бы, держат всю вот эту вот челюсть. Как бы всю челюсть держит. Вот. Поэтому, говорит, зачем их удалять, если они хорошие? Бывает, говорит, очень хорошие зубы. Такие же хорошие, как все остальные. А бывают обычные зубы. Они могут быть с плохими корнями, с какими-то такими зогнутыми. Тащишь. Ой, что-то я разогналась. 25 же. И камер полно. На адреналине. На адреналине еду. Так, здесь камеры. Ну, все. Короче, отстрелялась. Ночью вообще перенесла с понедельника на четверг. Пошел на встречу мне, видите. Он сейчас уже уезжает в свою любимую Пенсильванию. Говорит, три дня. Три или четыре дня. Он что-то говорит, четыре дня я отдыхаю. Говорит, все, говорит, уже. Человек уже, ну, как бы, не молодой. И уже не хочет он так сильно работать, как раньше. Молодец. И девочка у него, вот, дочка у него. Одна медсестра, другая, учится на донтиста. Младшая. То есть, понимаете, вот, они могли бы сесть папе на шею. Запросто. Чего? Чего не сесть там? Наверняка папа все им купит, все это. Хотят с профессией быть. Вот так вот. Молодцы. Вот, говорит, с дочками проблем не знал. Вот что значит, девочки. Радуйтесь, если у вас дочечки. С дочечками намного меньше проблем. Ну, конечно, всяко бывает, всяко бывает. Но все равно, как-то вот они такие послушные. Послушные. Вот маме тогда мои говорили, что у тебя, говорят, дочки, это уже 50% успеха. 50% успеха. Вот так вот. Я еще как-то не понимала. Маме моей знакомой так. Ой, 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 ой. Спасибо. Подсказал. Справа человек. Подсказал. Заболтался. Обычно я смотрю на этот. На пешеходный. На пешеходный светофор. Смотрю, сколько там осталось. А тут я не смотрела уже красный. Этот желтый. Так, это где мы? В. Ну, все, отстрелялось. Видите, два укола недостаточно. Сначала он пшикает. Я все чувствую. Чтобы укол сделать. Он делает мне укол. Мне всегда так болезненно этот укол. Вообще-то ужас. Потом он начинает. Нет, я говорю, я даже боль чувствую. Ну, зубную еще боль я чувствую. Как после двух уколов я все чувствую. Он начинает вот это вот с шилом. Я говорю, я сейчас вот буду чувствовать. Мне уже какой-то дискомфорт. А сейчас начнет тащить. Я говорю, я буду чувствовать мне эту боль. Ладно, я говорю, сделаю третий укол. Делаю третий укол. Так, белая машинка. Очень близко ко мне. Очень близко. Ничем не полоскать. Ничего не делать. Два или три часа не кушать, не пить. Ничего. Ладно, буду отключаться. Большое дело сделала. Видите, он там уже был такой. Никак не было видно. Это никак не давало себе сдать. Никакой дырки. Ничего нет. Вы понимаете, никакой пломбы на нем не было. Ничего. Никакого кариоса. Он как-то там вот, как бы под десной, что ли, это можно сказать. Ближе к десне. Ближе к десне он вот так вот. А снаружи был нормальный зуб. И поэтому, когда он болел, я уже не знаю, он болел. Да, он болел. Потому что он стал как в виде, знаете, он стал в виде английской буквы П. Так можно сказать. В виде английской буквы П, да. Шапочка как бы нормальная, все прекрасно. А вот там, где уже вот эта шапочка переходит в букву палочку, в палочку, да. В корневую вот эту систему. Там как бы получился вот он таким. Он должен был быть как перевернутая буква Ю. А он стал как буква П. Понимаете? Вот. Вот. И никак о себе не давал знать, почему он там-то испортился. Вот это вот. Ну, слушайте, но с другой стороны, это же он сколько мне послужил этот зуб. Он говорит, он держит челюсть, он держит всю вот эту вот систему зубов. Поэтому. Ладно, все, буду отключаться. Пока-пока.